Город взят. Проникнув в Адюл под видом дембелей, легализовавшись во всевозможных профессиях, даже обзаведясь семьями и пенсионными удостоверениями, сотни бойцов заняли парки, пляжи, площади и улицы. Потому что это их праздник и можно отдохнуть, но если бы пришлось работать, они бы занимали аэродромы, вокзалы и почта. Ведь они элита вооруженных сил страны и их место там, где всего горячее. Тех из этой крепкой породы, кто так и не вернулся из пекла, помянули. И всех поздравили городские власти, общественные организации и призывники из числа пополнения российской крылатой пехоте 82 года. И они редко сидели без работы. Кстати, в Орле ВДВ в 41-м навесили Гудериану. Немцы наступали на Орел по этому шоссе через осаду десантуры, переброшенной из Ивановской области, чтобы сдержать продвижение танков на Тулу и в конечном счете на Москву. После короткого боя немцы отошли, чтобы окружить очаг сопротивления. Но ВДВ вырвалось из котла и на брошенных фашистских танках десантники через весь город дошли до нынешнего Тюза. Там Гудериан уже праздновал победу за стою и получил от десанта прямой наводкой. Нужно выкалечить этот бой. Его приравнивать вообще, я вот насколько знаю, старую, можно в близкой крепость. Кстати, на подвиг любой ВДВшник готов всегда и с любым инструментарием. Например, это отнюдь не украшение на бенете, блестит специально на случай объявления войны. Называется боевой коготь, зажимается между пальцами и больно ранит вероятного противника. Гвардейский уголок, который означал гвардейскую часть, но для боевых частей, для спецподразделений гвардейский уголок считался холодным оружием. Олег Толстых в ВДВ выучился на диверсанта, теперь сам воспитывает двоих десантников. И вообще отличный муж. Какие там простые романтики, отважные летчики-маряки, удивляется Юлия Колосова. Она убедяет, лучшие мужья и женихи падают с неба. Потому что ничего не страшно с ними. А сама десантура одного боится. Как бы небо, оставшееся в их бедетах, не поменяло свой мирный цвет. Десантникам, несмотря на возраст, каждый помнит из нас. Девиз, ВДВ, никто кроме нас.